Московский вариант мы купили, да, заносили Собянину. Да ладно? Да. Чё за дичь? Блин, офигенно, тебе это вообще как-то, ну, помогло, нет? Нет, конечно, конечно. Ходил в зал, качался, и там была девчонка, она на Мехмате училась. Я думаю, МГУ, Мехмат, классно. Ещё и качается. Ещё и качается. Да ладно? Да. Мама, я же 100-бальник. Всем привет, это канал 100-балли-репетитор, и сегодня у нас подкаст. И Дима согласился на него прийти. И Дима, это мой ученик, 100-бальник по математике. Да, привет. Всем привет. Мама, я же 100-бальник. Ну что, классно, во-первых, что ты пришёл, спасибо тебе. Спасибо за 100 баллов. Тебе спасибо, ты сам молодец. Это просто такая крутая история для ребят, которые сейчас учатся, занимаются. Многие хотят 100 баллов, кто-то хочет другие баллы, 70-80, но всегда интересно послушать человека, у которого однажды получилось. Поэтому давай будем с тобой знакомиться и подробно по этому поговорим. Хорошо? Да, без проблем. Круто. Начнём мы с... Откуда ты? Из Москвы. Ты москвич. Да. А, всё, москвичи всё купили, понятно. У тебя куплено... Так не московский вариант, но купили, да, заносили Собянину. Да, самые простые варианты, вот эти вот московские. Может, давай сразу развею этот миф, что на самом деле московские варианты, они не отличаются по сложности ни от чего. Плюс бывает в различных рандомных регионах иногда может выпасть какая-то задача реально сложная, и бывает, что и в Москве может выпасть какая-то сложная там задача, типа, на теорию чисел, и она такая будет чуть ли не одна в России. По-моему, в прошлом году такое в Питере было. То есть, ну, в целом более-менее оно равномерно распределено, но какой-то плюсик всё-таки у москвичей есть, да? Я думаю, нет. Ну, в этом году у нас были параметры простые, ну, и экономика была какая-то такая, ну, дичайшая. Да? Ну, плюс-минус. Прикольно, поговорим про это. Не, я узнал, как решать... Ну, вот, у меня задача попалась экономическая, я узнал, как её решать за день до экзамена на интенсиве. У нас же был интенсив, вот, и мы такой тип, а я не разбирал никогда до экзамена, и вот плюс, ну, почти один в один мне попалось на экзамене, вот как была на интенсиве. А, прикольно. Ну, да. Помогло. Слушай, а Дальний Восток? Смотрел Дальний Восток? Ну, наверное, только Планик и Параметры. Ага. А, ну, вот сразу про Дальний Восток интересно. Что-то совпало? Ну, наверное, совпало. Было в этом году, опять какие-то совпадения были? Ну, наверное, 13-е, но не смотрел. А, 13-е это уравнение было в том году, в принципе, оно, типа, какая разница, совпало или нет, да? Ну, для тебя, по крайней мере, было всё равно, а ученики, которые там идут на 70, для них это важно. В целом, вообще, советуешь Дальний Восток перед ЕГЭшкой глянуть? Ну, чисто просто посмотреть, так, идею заглянуть, что-то такое, ну, можно для себя вынести, ну, чтобы решать полноценно, там, вставать за два часа до экзамена и решать, ну, херня. Почему? Ну, зачем? Ну, зачем? Ты сейчас придёшь и идёшь на экзамен. Ну, я сейчас решу, а мне-то, конечно, попадётся. А если не попадётся? А если не попадётся? Ну, да, четыре часа ещё решать. Ну, не надо. Да, ну, устанешь просто, да? Пока будешь это решать, устанешь, и потом свои задачи на ЕГЭ четыре часа, это реально, это сильно напряга, сильно устаёшь. А можно ещё, если, ну, попалась какая-то задача с Дальнего Востока, можно её утром не решить, ещё, наверное, нервничать, ну, точно не надо. Ты учился в какой-то специализированной школе? Нет, 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 общеобразовательная. Слушай, ну, вот вообще, общеобразовательная московская, она же всё равно как-то, ну, как-то отличается, наверное, от общеобразовательной, ну, в том же самом Оренбурге, например. Ну, я понимаю, что ты не учился в Оренбурге, но вот как ты думаешь, какие у вас учителя, типа, крутые, не крутые, там, как у вас в школе? Нет, у меня сто процентов был крутой физик, это вообще заслуженный учитель РФ. Ух ты. У него там какой-то олимпиадник, что-то такое. Классно. Вот, это классный дядька был. Все остальные, ну, математичка, так. Математичка тоже была хорошая. Ну, плюс-минус. Но я одиннадцатый класс почти не ходил. Я одиннадцатый класс ходил только физика и всё, всё остальное дома. Да ладно? Да. О, интересно, а как такое вообще получилось? Ну, я летом обрабатывал маму, говорю, я буду готовиться к ЕГЭ, буду там, хочу поступить в московский государственный. Ага. Вот. Ну, короче, месяца два я над ней работал, и в итоге она... Да ладно? Да, она принесла учительнице, ну, классухе, заявление, что, типа, вот Дима, блядь, не будет ходить одиннадцатый класс. Ну, у нас не домашнее обучение, а вот просто, ну, какая-то такая бумажка. Ага. И типа свободное посещение лежит такое. Да, да, да. Ты не помнишь, как это вообще называется? Типа, что за процедура такая? Ну, я не знаю. У меня просто с классухой хорошие отношения. И она меня выгораживала. Просто дали ей заявление, и все, я на свободном посещении. И ты мог приходить вообще на предметы, которые просто хотел? Да, так и делал. Да ладно? Да. Чего за дичь? Блин, офигенно. Тебе это вообще как-то, ну, помогло, нет? Нет, конечно, конечно. То есть я мог спать, мог отдыхать, спокойно приходить на вебы неуставшим. У меня были там вебы, они начинали с часа в четыре, но я был свеженький, все хорошо. Да, то есть все ребята пришли там со школы, да? Да, да, да. У них там небольшой перерывчик, буквально быстренько что-нибудь закинуть и поесть. Да, да. И надо уже заниматься, то есть они устали уже. Ну, целый день с утра работаешь, там с восьми. Ну, в школе сидишь, да. До четырех, это там шесть часов жизни тратишь. А я встаю в двенадцать, кушаю, там делаю какую-то домашку, иду на веб. Да, и прикол в том, что ты уже до четырех реально позанимался и реально полезными вещами. Ну, плюс-минус, да. Причем и выспался, и встал попозже. Вот это да. То есть ты, ну, вообще, а как удалось маму убедить? Ну, я еще ходил к репетитору, он такой, ну, прям мужик с седьмого вообще по математике, у меня был репетитор, и он такой прям мужик-мужик, и он тоже там ей говорил, вот, типа, пусть не ходит, пусть занимается, я там верю, что он будет заниматься сам, ну, и как-то вот так получилось. Ну, еще родители с пониманием отнеслись, это тоже огромное спасибо им. Если есть возможность, то есть можно посоветовать ребятам попробовать поубеждать родителей. Сто процентов. Это, причем ты реально на профильные предметы, если вас в школе готовят к ЕГЭ, можно ходить, да, там, ты ходил, да, на физику, на математику ходил, на что-то еще, нет? Только на физику. Только на физику. Ну, плюс-минус, да. А почему на математику не ходил? Ну, как-то я ходил на вебы, ходил к репетитору, и, ну, в школе, ну, лично в моей, разбирались задания, ну, баллов на 80, а я на 80 писал уже там октябрь-ноябрь. Да, понятно. То есть дальше экономическое не заходили. И тебе это неинтересно и неэффективно? Да. А по физике там был нормальный препод, и он хорошо, да, занимался? Да, как университетская лекция, да, все вообще с кайфом было. Блин, круто. Ну, реально, то есть можно выбрать те предметы, которые у тебя профильные. Если в школе хорошо, ну, там есть какая-то польза, есть какой-то толк от этих занятий, то на эти занятия можно приходить. А если, как бы, не чувствуешь, что толк, то... А как тебе оценки вообще ставили? Ну, вот с этим проблема, да. Короче, первую половину года у нас же был дистант. Да. Москвичей посадили на дистант. Ну, я там на дистант пару раз пришел, получил оценки, и все. Ну, три оценки у меня есть, больше ходить не буду. Ну, а второй полугодия так уже не получилось, дистанта не было. И в апреле меня начинают просто во все щели долбить. Говорят, мы тебе не дадим аттестат, не допустим КИГЭ, ты там, блядь, конченый урод. Меня информатичка насиловала очень сильно. А ты сдавал информатику вообще? Нет. Нет? Нет, я подал заявление на информатику, что я буду сдавать. И она это увидела. И она весь год думала, что я ее обманываю и говорю, что я не буду ее сдавать. А зачем заявление подал? Блин, думал, буду сдавать. А потом передумал. И в итоге не сдавал? Нет. А она тебе... Да, да, да. Ну, я с ней воевал. То есть я тоже не прогибался, я воевал. Ну, конечно, зря кучу нервов потратил. Нервы это жестко, да. Да. Но все равно. То есть где-то в апреле я сходил пару раз, там, до итогового или после итогового. Получил какие-то там оценки и все, опять забил. Ну да, то есть какие-то минимальные вот эти вот там 2-3 оценки нужно, да, для выставления. Да, да, да. Четвертной получил оценки. То есть нормально ты так с кайфом 11 класс-то-то провел, да? Ну, подготовка была, да, такая прикольная. Классно. А какие предметы вообще выбирал для сдачи? Ну, думал, буду информатику еще сдавать. А так русский, математика, физика. Русский, математика, физика. Айфу, типа как просто запасной такой, да, вариантик думал? Ну, думал, хочу прогать. Что-то передумал. Что-то пошло не по плану. Ну, потому что я начал прогать. Ну, у меня информатичка в школе не очень. Начал заниматься еще проганием в мскуле в осени. Ну, это бестолково. Ну, и там мне тоже отбило желание. Про всем неуважение к мскулу, ну да. Ну да. Есть просто классные преподаватели. Безусловно. Которые, ну, помимо даже нашего Артема Флэша, лучших, конечно, по информатике ЕГЭ. Но есть еще классные преподаватели, реально, которые могут там научить. Но ты попал просто там не туда. И плюс в школе то, что... Ну, я изначально вообще в мскуле занимался по всем предметам. Да ладно? Да, я потом перешел на ботан к тебе. То есть, наверное... А-а-а. Вот я пришел, когда начались параметры. Я понял. Ты уже планник, получается, разобрал. И я пришел из мскула на параметры. Ага. Ну да, слушай, это... Ну, у меня просто занимались знакомые там. И летом мне сказали, ну вот, типа, онлайн-школа, там, высокие баллы, вся хуйня. Ну да. Вот. Ну, пойду в мскулу. Прикольно. Ну, а в итоге там я занимался русским и физикой. Ага. Мама, я же с тобой баллик. Да. Слушай, давай поговорим вообще про то, как ты выбирал предметы. Почему именно с математикой как-то у тебя связано получилось? Да почему-то я изначально хотел пойти... Ну, я сейчас учусь на мехмате МГУ. Да. Вот. И сразу хотел пойти на мехмат. Давно уже? С класса десятого. Классно. Прикольно. Ну, у меня просто там... А почему мехмат? Да я не знаю, я ходил в зал, качался, и там была девчонка, она на мехмате училась. Я думаю, МГУ, мехмат, классно. Еще и качается. Еще и качается. Да. Думаю, ну, я люблю математику, то есть с кайфом заниматься. Пойду на мехмат. Прикольно. Я тоже одно время думал на мехмат пойти. Я учился же в Сунц МГУ, и у нас там был профессор, он вел какие-то занятия еще и на мехмате. И он говорит, типа, мехмат, это такая штука, ты, типа, знаешь математику, знаешь все. И я тогда подумал, ну, наверное, реально так. Ну, это на самом деле. Я до сих пор думаю, что так. Человек, который математику там изучил, то, ну, типа, все остальное уж изучит. У него так мозг натренирован, что, как бы, разорвет в любой дисциплине. Безусловно. Поэтому, как бы, хорошее направление, плюс хороший университет. А изначально подумал, потому что с девчонкой там зазнакомился, заобщался. Я даже не зазнакомился, просто знал, что, ну, она там учится. Я думаю, ну, она еще в Тинькове работала. Думаю, ну, Тиньков, классно. Еще качается, пойду на мехмат. Ну, да. То есть там ты понял, что трудоустройство какое-то возможно и так далее. Ну, да, конечно. И у тебя цель, получается, еще в 10 классе она сформировалась такая, что пойду-ка я... Именно один университет ты думал, а вот этот факультет и, в принципе, все, да? Нет, я еще хотел в Бауманку на, блин, ИУ-9 она называется. Прикладная математика-информатика. Иудеи? Иудеи. Нет, Иудеи в вышке, наверное. Да, но точно не на мехмате. Точно не на мехмате. Там наш данный скандал был. Да-да-да. Причем, как-то так... Еще в советское время. Ну, надеюсь, меня за это не выгонят. По-моему, тогда приемной компанией в те времена руководил наш главный, этот Садовничий. Да-да-да. Он Юрий. Не-не-не, он смысла, он их не пускал. Ну да, нет, там была, конечно, сложная ситуация. Но сейчас уже все нормально. Прикол в том, что в этом году как раз с мехматом есть вот эти вот шутки, все шутки шутят. Прикол, да. Что, типа, мехмат, набираешь сколько, 68 или 67, и попадаешь на мехмат. Даже меньше, наверное. Может быть, даже меньше. 270 на 4. 270 на 4. Ну это почти что, 280 на 4, почти 70. Ну да. Так, у тебя-то как, ты нормально прошел? Или у тебя как раз по 70? Нет, у меня за ЕГЭ, за три предмета, 285. Вместе с ДВИ, там у меня, по-моему, 367. А, это прилично. Ну почти на 100 больше. Это больше, чем по 90, да? 92 где-то, почти 92 на каждый. Ну вот ЕГЭ у меня 95 средний, получается. И ДВИшка. И ДВИшка 80. И два балла за сочинение. Классно, ну достойно. Ты, в принципе, мог ДВИ на 0 написать. Ну плюс-минус. И поступить. Ну на механику. На механику. Ты пошел на... Математику. И там другие были проходные уже, да? Ну так, 324. 324. Но как бы не космос, но и не 280. И не 270. И не 270. Но 324 тоже маловато, да? Но для вуза, который считается номер один в стране, и для такого старейшего и реально классного вроде как факультета. Ну я знаю, на механике преподы тоже с этого очень сгорели сильно. Мне подруга присылала, у них самая первая пара, препод написал, ну дистанция, лекции дистанционные. И вот самый главный их препод что-то написал, типа в прошлом году, там какой-то проходной балл 340, что ли, и поочислено 20%. И в этом году он пишет 270, и будет отчислено типа 50%. Да, наверное, наверное. Ну сам тоже начал гнобить, но неправильно. Ну да, там еще прикол в том, что надо же ребятам по-другому преподавать уже. То есть раньше они привыкли, что к ним приходит суперподготовленная публика, вот именно на механике получается, и можно сразу там жарить, ну нормально. А здесь нужно понимать, что пришла менее подготовленная публика, и преподавать нужно по-другому. А вот не все преподаватели, наверное, готовы что-то переработать в своей методике. Я даже думаю, что они не будут сильно запариваться. Я думаю, и не запариваются. Реально будут давать так же, и реально люди будут не понимать, и реально будут исключения. То есть в этом плане он прав, но как будто бы им нужно что-то решить. Ну они уж разберутся. Не, ну все очень сильно зависит от препода. То есть можно попасть на какой-то хороший преподавательский состав там на потоке, и прям быть реально там крутым. Но можно попасть на плохого лектора, на плохого семинариста, и уже как бы либо отчисляться, либо что-то делать. Мама, я что, бальник? У тебя классный средний балл. Ты готовился долго вообще к ЕГЭ? С сентября. С 11 класса? Да. В 10 что-то делал? Ну математикой только занимался. То есть математикой... А, репетитором ты занимался с 7 класса. А почему вообще? Как так получилось, что типа 7 класс? Ну что-то у меня, короче, там началась геометрия в 7 классе. У меня начались там проблемы. У меня первая тройка в четверти была вот в 7 классе. Ну, родители такие, ну надо что-то решать. Человек не шарит. И нашли репетитора, причем мы с ним жили в одном подъезде. Удобно. Очень такой классный мировой мужик. И с 7 класса я к нему ходил, занимался. У тебя клевый был репетитор, да? Вообще супер, да. И ты, получается, ну и 10-й там продолжал у него тоже заниматься, да? Да. И ты к 11-му классу, какой у тебя уровень был в математике? Ну, получается, где-то в сентябре я набирал 70-80. Ух ты! Это очень классный результат. То есть ты реально... У тебя была точно база. Да, конечно, да. Там, конечно, ну не 100, но базовые штуки ты, наверное, в первую часть хорошо решал, да? Что ты еще умел делать? 13, 15, 17. Уравнение, неравенство и экономическая задача. Ну да, сейчас они какие-то другие. Сейчас просто поменяют. Да, да, да. Поэтому лучше вот в этих терминах. Ну да, то есть ты вполне... Это, в принципе, все, что давали тебе в школе. Я имею в виду, на тот уровень... Больше этого уровня в школе тебе все равно бы не дали, да? Поэтому было бессмысленно. Да, да, да. Ну то есть в школе... Ну, я не помню, чтобы мы решали там стереометрию, а тем более параметры или 19-й задачи. Вот. Ну потому что там, ну, учительница, я думаю, она могла. То есть у нее уровень, ну, для этого нормальный. Вот. Но в целом класс как-то так. Ну, у нее сейчас меня отпиздят потом. Ну вот так вот. Ты летом начал искать тоже, как готовиться к ЕГЭ, да? Через подругу вышел, да. Ага. И пошел куда? В умскул. Потому что подруга занималась до этого. Да, там. Она на год старше. Нет, она экстерном просто заканчивала. Десятый класс. И... То есть мы одногодки, но она сдавала ЕГЭ на год раньше. А, я понял. И она занималась там. Можем похуесосить, да. Да не, не. Умскул лучше вообще. Но в рекламе, в бизнесе, но не в образовании на планете. И что? Ну, расскажи что-нибудь интересное. Нет, ну, фитнес-тренера я занимался по-русскому. Нет, ну, на самом деле, 94 я набрал. Да, классный результат. Да, вот. Ну, много занимался сам, смотрел вебинары. Но русский, это, наверное, не тот предмет, где нужен какой-то суперопытный, суперпроверенный преподаватель. Ну, мне так кажется. Я не согласен. Не, я могу быть неправ. Ну, ты мог и на 98 написать? Мог. Я мог и на 100 написать, да. Ну, я просто... У меня перед экзаменом по-русскому, ну, нисколько истерика, короче. Вот это тоже совет всем, кто будет сдавать ЕГЭ. То, что перед экзаменом, вот, за день до экзамена надо мало спать. То есть у вас день перед экзаменом, и вы вот должны перед этим днем мало поспать. А, чтобы потом нормально. Да, я поспал 12 часов, и перед экзаменом я не мог уснуть. А, да. И у меня случилась, ну, небольшая такая паника. Я думаю, ну, блядь, я готовился весь год, и сейчас я не могу просто уснуть. Вот. Там я будил маму, короче, мы что-то звонили в скорую, спрашивали совет, и говорили, выпейте глицином. В итоге я перед русским поспал часа два. Вот. Вот, пришел, и у меня там 94, у меня три глупые ошибки просто, иные тупейшие. Ага. То есть их не могло, ну, могло бы и не быть, и там была бы сотка. Более не выспался, это, конечно, жестко. Да. А что еще там, ты все предметы там брал, получается? По началу, да. Физика. Физика тоже, ну, я до конца занимался. А физика у кого была? Макс Тесла. Вот. Ну, не советую. У меня где-то отзыв хранится, я писал. Ну, я очень много занимался сам, и у меня был классный учитель. И в целом, ну, вебинары душные. То есть там невозможно сидеть. Слушай, а что ты к Сане не пошел? Я не знал. Саня, разрывной чувак. Не, я узнал вообще о твоей школе только где-то, вот когда параметры начались. Я понимаю, что... Это к Новому году. Да. А как узнал? Ну, вот я сижу, ну, я занимался, опять же, с репетитором, ну, как-то хотелось чуть больше и практики, и чуть больше теории, но все равно, когда из разных каналов получаешь информацию, намного лучше. Вот. А я понимаю, что, ну, Артур, это который в умскуле, но он не как учить. То есть мы занимаемся... Я три месяца занимался какой-то херней, просто потратил там 10 или сколько, 9 тысяч на полную парашу. Просто занимались непонятно чем, реально. Вот. Ну, и думаю, ну, надо что-то делать. То есть что-то решать надо. И в итоге нашел твои курсы. Мне, по-моему, на тот момент девушка скинула. Ага. Вот. И я вот... То есть у тебя вообще вся история связана с девушками? Ну, присоединился. На мехмат пошел, потому что какая-то девчонка в зале была в умскул пошел. Видишь, кстати, что-то тебя сгубило где-то, а где-то... А где-то вот девушка, которая посоветовала курсы стопольного репетитора, она тебе помогла. И ты, то есть поздновато, да, узнал про это, про все? Ну, про то, что есть другая подготовка? Да, да, конечно. Но на физике я решил остаться уже, как бы, ну, не менять. Вот. А математикой пошел на параметры. Потом, по-моему, ну, ботан я купил или поддельный я покупал. То есть я занимался у тебя, это 14, это стереометрия. С стереометрия. Параметры, теория чисел и планик. И планик. Планик я вообще ботал, наверное, я в мае купил курс по планику. Ух ты. Да, он уже прошел просто, ты пришел, он уже прошел. Да, да, да. И ты купил в мае записи просто? Да. Ну, нет, но я до этого прорешал все 16-е из Ященко сам. Ага. Вот, ну, и там, и с репетитором. Ну, и думаю, ну, надо еще. Вот. И записался просто в мае, сидел, ботал планик. Болел ковидом и ботал планик. Ага, это классно. Но когда болеешь ковидом, там же голова нет. Нет, ну мне не далось сильно. А, тебе не сильно? Да. Я серьезно лежал, болел. Неприятно. И ты, получается, вот эти самые сложные задачи ботал уже у меня на курсе. Да. Ну, слушай, на самом деле логично, потому что это про то, как вот, как свою стратегию подготовки, да, вообще выстроить. Если у тебя есть хороший репетитор, с которым ты занимался и классную базу набрал. На школу, понятно, вообще, если там больше 80 не дают, то и можно и хер забить. Ты забил. По остальным предметам ты в школу не ходил. Кровью физики, да. На физику ходил. По физике в итоге вместе с умсколом, все-таки в умсколе ты тоже занимался, у тебя получился классный результат. И здесь ты выбрал просто вот сложные задачи и дальше, наверное, продолжал тоже с репетитором, конечно, работать. Да, и с тобой. И тоже вот эти сложные задачи с ним разбирал и со мной. Да, да. И вот с двух источников получал информацию и получилось, да? Ну да, получилась сотка. Прикольно. Слушай, а как ты пришел на параметры, как тебе они вообще? Нормально заходили или тяжеловато? До курса или в момент? Ну и до, и после, и в момент. Ну до как-то было тяжело. То есть я, ну опять же, репетитор суперкрутой, но я не совсем понимал. То есть как-то, ну у меня не было, что это за А, что такое. Ну х понятно, а ну... Я уже понял, да. Да, еще как-то можно графически решать, думаю, точно что-то у меня не так в голове. Вот, а пришел, там, по-моему, ну мы начали с самых легких. Да, с прямых, взаимное расположение прямого. Да, я еще помню, круче, то ли на втором, на третьем в бинаре ты объяснял, что можно график строить. Ну не x, y, а x, 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 а. И вот для меня это было открытие, мизец, это такое. Параметрические ось, да? Параметрические ось такое бывает. Вот, но я с кайфом сидел на параметрах. Да, было в конце тяжело, когда там уже аналитическая фигня, еще что-то, да. Ребята, сейчас тоже, сейчас у нас идет середина курса, первые три заходят и все-таки. Я так люблю параметры, мне так нравится. Четвертый урок на нахуй. Три часа? Четвертый, пятый, да. Шестой, сейчас четвертый был четыре часа. Или пятый. Пятый был четыре часа, сейчас три часа. Но я, да, сейчас чуть редактирую, чуть вырезаю те моменты, где бывает, что кто-то недопонимает, и я сильно глубоко начинаю объяснять, и из-за этого много времени, на самом деле, теряется. Сейчас пытаюсь такие моменты чуть повырезать. Ну, параметры зашли в итоге, да? Да, да, да. Там еще Назар в конце года что-то делал по ним. Тоже смотрел. В этом году будет. Ну, то есть хорошо повторил. Да, курс повторений. У нас Назар, есть такой чувак. Тоже смехмата, кстати. На курсе. Он, по-моему, не смехмата. Он, по-моему, на космическом каком-то факультете. Не то, что в Куте, просто космос. Это не помехмата. Вот. А, да, там, может, что-то с космосом спятал, но он в МГУ учится. И он работает уже третий год у меня, по-моему, или четвертый, или третий. И ведет курсы по повторению. И в этом году тоже будет. Уже мы что-то там провели по первой части. И по шестнадцатой, по-моему, и параметры тоже. То есть тебе вот эти курсы повторений тоже очень сильно помогли, да? Ну, как просто повторить, да, какие-то такие моменты. Ну, тот же, там, один вебинар был, он далеко очень зашел. Было прям душно, тяжело. Да, бывает, бывает, тумачки. Вот. Но, да, он уже хочет чуть-чуть там выйти за границу, чтобы потом ЕГЭшная была совсем простая. Классно. И у тебя вот эта вот подготовка строилась таким образом, ну, вот по математике, да, что... А ты перестал заниматься в омскуле или продолжил? Не-не-не, я сразу бросил. Зачем тут деньги тратить? Там же еще месячная подписка. Да-да-да. По три тысячи платить. Ну, и взял вот те задания. По спараметрам, к чему ты приступил по изучению? После? Да-да-да. Ну, что на курсе было потом? А там, наверное, теория чисел, и она параллелится с стереометрией. Ну, получается, вот по твоему курсу просто шел. А, прикольно. И как тебе вообще одновременно было и стереому ботать, да еще и... Ну, стереому плюс-минус знал. Я только координаты забил. То есть, ты вел веб-координаты, у меня что-то в телефоне сидел, с кем-то переписывался. Ну, мне было тяжело. Блин, да я сам на них забиваю. Да-да-да. Ну, типа, я делаю, по-моему, два или три веба всего. Вот. Это такое дрочево. Мне нравится обычная стереометрия. Да, я с куратором там, по-моему, договорился. Он сказал, решай, типа, не координаткой, присылай. Классно. Да, ну, потому что реально тяжело было. Ну, да. Они, на самом деле, кому-то легче. Ну, тому, кто, наверное, особо думать не хочет, кто в стереометрии вообще не погружен, формулы кидал, и что-то там можно порешать. Они были лень учить их. Да, мне тоже запоминать их надо. Я их периодически сам забываю. Может, даже запутаюсь где-нибудь. Вот. А именно... А потому что их... Я не знаю, у вас сейчас есть же ангем, да, или что-нибудь такое. Вот, да, завалный там. Вот. Ну, там же уже все как-то логично. Там полный курс вам читают, и вы уже понимаете, что такое там координат, что такое вектор по-настоящему. Ну, там просто с доказательствами, поэтому проще. В принципе, понимаешь просто откуда что берется. Да, да, да. А вот если в курсе стереометрии еще вот это все доказывает, что просто я даю, то это будет там не два-три вебинара, а там шесть вебинаров. Тогда нужно будет убирать время у обычной этой школьной стереометрии, которая... Ну, вообще задачи в ЕГЭ делают именно под школьную стереометрию, ее подстраивают. И не подстраивают так, чтобы у вас координаты были красивые, и там обычно числа бывают еще ужасные. Вот. И ты ботал обычную такую, ну, школьную стереом, и ты ее до этого, да, еще хорошо уже как-то изучал? Ну, не прямо хорошо, но так. То есть я тоже на нее забивал хер, ну, я говорю репетитору, вот, ну, что-то я не хочу, что-то не идет, я там, может, что-нибудь нарешаю. Вот. Ну, а в апреле, когда курс начался, я думаю, ну, все-таки, наверное, надо. Я хочу все-таки, наверное, уже сотку. То есть сначала были амбиции такие, на 85-90. Просто. Ух ты. Вот. Потом уже, такой, блядь, я не хочу со 100 баллов. Прикольно. То есть ты в ходе вообще подготовки сам себе поднял еще планку, да? Ну, да, да. Потому что подобрался, да, наверное, к 85-ти. И изначально у меня вообще все, я такой, ну, все по 80, в бомонку тоже еще думал. То есть я с папой разговаривал, он говорит, куда? Я говорю, вообще хочу на мехмат, но если не получится, там, в бомонку пойду, на какого-нибудь наноэлектроника, будут процессоры российские изготавливать. Вот. Ну, в процессе подготовки я что-то смотрю, ну, 80 я уже прошел. Наверное, я хочу уже 90. Классно. Вот. 90 прошел. Ну, больше 90, там уже 100. Угу. Ну да, больше 90, там 100. Получается так, да. И прикольно. Задрал себе еще больше планку. Ну, в процессе. А в итоге тогда, да, тогда нужна астереометрия. Да. Потому что, в принципе, на 90, она, наверное, в том году вообще была неактуальна, да, потому что всего два балла первичных давала. В этом году уже три, как бы, лучшее. Ну да, что... А чтоб 100, то ее надо. Вот я и буду. И ты решил, взялся за нее, да? В итоге у меня все равно. У меня за нее один балл в ЕГЭ. Но я в б-пункте просто в вычислениях ошибся. Я потом пересматривал свой бланк. Ну, что-то было интересно, и у меня там вычислительная ошибка. А можем тоже твои бланки потом взять, скачать? Да, конечно. И как-то либо выложить, либо с кринами сюда прикрепить. Да, 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 конечно. Классно. Посмотрим. Посмотрим твои косяки. И где там ошибся-то. Не, ну, кстати, с оформлением там тоже все достаточно было лояльно. То есть я смотрел свои бланки, и я понимаю, что у меня 18-й задача, параметры, нет ответа. То есть я смотрю, я не написал ответ. А, ну про слово ответа, в смысле, нет? Ну да, у меня вообще оно как-то криво написано. В смысле, где-то я А пишу А равно 4, потом в другом, там, А меньше 5, я не знаю, что-то такое. То есть ты вот эти промежутки в разных местах, оно у тебя, да, где-то было? Да, да, да. Ну в итоге зачитали. Полный балл, да? Да. Ну да, наверное. Особенно, ну в параметрах вообще мало придираются. Придираются в каком-то говне вот это. Часть вот неравенства и экономическую задачу иногда придираются. У тебя как вообще с оформлением-то все? Нормально получается? Да я не знаю, вообще забил хер. Я думаю, ну буду оформлять как-то. То есть как я думаю? Я не смотрел вебинары там по оформлению. А мы делали, кстати. Да, вы делали, Школкова делала у них вообще. Оно было, по-моему, ну просто прямой эфир на Ютубе. Да, ну что такое? Да вот. Ну мне было лень это смотреть. Думаю, ну оформлю как оформлялся всю жизнь. Вот. Ну так плюс-минус и прокатило. Ну ты нормально оформлял, да? Можешь какие-то советы по оформлению дать? Просто. Ну писать, что думаешь, и все. То есть экономику, наверное, стоит расписать. Хотя сейчас 2 балла она дает. Вот. Ну я экономику расписывал дольше всего. Параметр просто график начертил и написал промежутки вот эти в разных частях бланка. Вот. Планиметрия? Планиметрия. Наверное, планик тоже хорошо оформил. Там выводы вот эти вот все, что из чего следует. Ну я как-то почти ничего не писал именно словами. Я вот всякими знаками, типа следовательно, значит. И вот, ну все. Мы посмотрим. Посмотрим бланки. Классно, что ты поделишься. Это, мне кажется, будет полезно. Стереометрия и теория чисел. А что самое сложное вообще было для тебя при изучении, вот при подготовке? Наверное, то, что мне не нравилось. Мне не нравилась стереометрия. А, да ладно. Ну вообще, я не заходил. Ну я не люблю чертить сто лет. То есть если тебе что-то нравится, и это изучает, там, те же параметры. То есть я хотел их ботать. Я думаю, ну блять, параметры надо, сука, там, две перемены. А, еще и Х, надо заботать. Вот, их вообще решался, сидел с кайфом. Вот, а стереометрия, ну вот это чертить, все, параша какая-то. Да, а как ботать то, что тебе не нравится? Вот, ты же все равно ботал, получается. И балл, ну не два, но один забрал. Да и второй бы забрал, если бы не ошибка, да? Да, ну я понимал, что, ну, хочу сто баллов. Значит, ну надо заботать. То есть, ну просто заставил себя. Да, через не хочу. Ну да. Такое тоже бывает. Не все должно нравиться. Вообще в жизни... Редко такое бывает. Да, редко такое, что тебе все прям нравится, все катит. Иногда ты делаешь то, что тебе не очень нравится. Теория чисел тоже была противная, в смысле... Ну какие-то такие были задачи. Да, она не очень, блин, может быть, не очень системно к ней можно прям готовиться. Потому что и так, и так, и так, в принципе, много чего надо знать. И повороты, они такие. Ну вот, у меня в теории чисел тоже один балл сняли за B пункт. За B? Да, у меня B2 и A1. Чему? А я не знаю, B сняли у многих. У меня, у одноклассника тоже он хорошо написал. Ему B пункт тоже сняли, непонятно почему. Он ходил, писал апелляцию. Вот, ему вернули. А ты не пошел? Ну, у меня 100 зачем? Еще снимут. Ну да, да, да. Не, со 100... Да, со 100 зачем писать апелляцию? А у него просто не 100 было. Да, да, да. Прикольно. Мама, я что, бальник? Что с репетитором делали, кстати? Да плюс, минус все то же самое. Ну, мы с ним не ботали теорию чисел. Он говорит, ну, Дим, понимаешь, олимпиадные задачки, ты олимпиады никогда не делал. Ну, и в пизду. Хочешь, поделай пункты A и B. Вот. Ну, я и не настаивала. Говорю, ну, ладно. А вы как-то... Ты пытался проходить с ним то же самое, что было у меня на курсе? Или что-то другое? Вот, как-то... Ну, у нас с ним вообще плюс-минус какие-то такие братские отношения. Ну, и что-то он мне показывал новые интересы. Мы вот это разбирали. Я мог что-то с курса принести. Говорю, вот, типа, посмотрите. Это уж классный пример. Надо этим посидеть. То есть, ну, как-то так. Понятно. Ну, то есть, как у вас там не было системы какой-то строгой? Ну, я приходил, я говорю, ну, хочу порешать вот это. То есть, чувствую, западает. Или он говорит, вот, я смотрю, типа, у тебя там запало 17-е экономика. Говорит, ну, давай, вот, тебе три задачи решай. Вообще, вот такой подход... Ты можешь его посоветовать, что, как бы, курс и еще репетитор, который может уже точечно доработать с тобой какие-то моменты? Нет, ну, если, опять же, от денег надо отталкиваться. Мне родители выделили карт-бланш, говорят, ну, вот, мы будем тратить этот год, да. Но ты должен, типа, поступить на бюджет. Вот. Ну, я ходил по репетиторам, по курсам. Ну, если нет такой возможности, то, конечно, лучше онлайн-курсы. Потому что с репетитором можно, ну, какие-то моменты опустить, что-то забыть. А если есть какая-то самодисциплина, то, конечно, онлайн-курсы. Ну, да. Ну, если выбор или-или, то, наверное, я тоже больше за онлайн. Ну, потому что просто нормальная система, до хера занятий. Ну, не в Москву, ну, не в Москву. Ну, или там, я просто другие школы, другие школы, я не знаю, парта. Да, и не парта. Но можно, есть чего выбрать, на самом деле. Ну, просто часто же просто на маркетинг смотрят и смотрят, ну, знаешь, как это. Вот ты же тоже пошел к Артуру, ты же там у него что-то просидел, не один месяц, три месяца просидел. Ну, потому что, ну, складно же говорить, там, что-то объясняет. Ну, все вроде, мне все понятно, но это ничего не значит. Не, маркетинг, а меня еще в августе обманули, короче, в Москву. Вот я хочу сказать, в Москву пидорасы. Потому что, нет, у них, короче, был розыгрыш мастер-группы. Ну, это мастер-группа называется. Был где-то в августе конкурс мастер-группы. Я в этом конкурсе победил. Но мне не дали мастер-группу. Я тогда это опустил. Думаю, ну, ладно. Я писал несколько раз там куратору своему, писал даже Артуру в этот, в Инстаграм. Ну, оказывается, там, не он отвечает, а какие-то тоже черти. Вот. И, короче, не дали мне мастер-группу, хотя я победил. Ага. Уроды. Жалко. Что им стоило это? Ну, вот, да. Две тысячи, что жалко, что ли? Да. Так еще и в сентябре. У тебя как вообще с пробниками обстояли дела на протяжении года? По математике. Первый ты написал хорошо, там, 70-80, да, это прям приличный. Там дальше у тебя только рост, да, пошел, получается? Ну, нет, были спады. Где-то в декабре как раз, когда я занимался у Артура, вот, еще не пришел на параметры. Пришел в обскол и ухудшились баллы. Не, ну, я смотрю, типа, ну, 74 у меня было что-то такое. Думаю, бля. Да, что-то я не так... Ну, да, да, у меня первый пробник на 8, здесь 74. Ну, еще пробник мог быть разный, на самом деле. Ну, да. Нет, там еще так, ну, как мне кажется, это что-то имха, вот. Но пробники даются сложнее в омскуле конкретно. То есть ты на вебинарах проходишь одно, в пробнике у тебя другое. Как будто бы, ну, опять же, ты уже там шуе, вот. Но чтобы ты увидел какие-то маленькие баллы и думал, блядь, надо больше заниматься, надо больше мастер-групп, больше всего. Ну, это мне так кажется, могу быть неправ. Ну, мы вообще, у меня последний пробник, знаешь, как дал, только из тех заданий, которые мы прошли на курсе. Вот только их. Остальное решил не давать, потому что проблема может быть в том, что человек, ну, не решит уравнение, которое мы прошли, но решит экономическую задачу. И по баллам получит нормальный, в принципе, балл, но и не идентифицирует, что у него проблема есть. А проблема-то есть, ты не решил уравнение, которое все, в принципе, уже пройдено на курсе. Ну, и дизмораль какая-то. Все равно перед экзаменом не очень приятно, когда там ты пробник пишешь, потому что по последней у тебя... 74 это, да. Да, ну, я писал, наверное, последний пробник, один из последних. Я ездил в какой-то центр, писал статградовский пробник. За бабки тоже? Нет, бесплатно. Сделали бесплатно просто пробники. Вот, дали статград, ну, я нарешал на 85 баллов. Вот, но это был статград, я себя успокоил, говорю, ну... Ну да, что слишком сложное задание. В принципе, на ЕГЭ будет попроще, ты такой, типа, 90, я там... Ну, плюс-минус, да. А у тебя вообще как год прошел? Он гладенько? Или у тебя были моменты, когда ты вообще выпадал из подготовки? Ну, я не знаю, я как-то к этому подошел, что подготовка, ну, вот с первого месяца-два просто, ну, превратилась, ну, не в хобби, но мне было с кайфом. То есть я приходил, садился, что-то делаю, что-то полезное. Вот, ну, и, ну, без эмоциональных выгораний, без всего вот этого, просто ботал. На первого месяца все так ботают еще? Не-не-не. Уже энтузиазм, там, мотивация большая. Не, у меня вот так на протяжении, наверное, всего года все-таки было. Ну, я просто не помню, чтобы я там просрочил какой-то веб. Я мог просрочить веб, потому что я к стоматологу ездил, вот. А так, чтобы намеренно, блин, пойду посплю, пойду еще чем-нибудь сделаю. Ну, просто я не ходил в школу. Ну, причина простая, да. Причина в том, что у тебя реально время было 11 класса, посвященный подготовке к экзамену. В принципе, так и должен быть. Ну, как бы вообще не должен быть. По идее, ты вот в школе должен заниматься, и вот это вот то, что ты в школе занимаешься, оно должно вылиться в то, что ты там потом ЕГЭшку можешь на сотку затащить. Но оно как бы в школе не так, поэтому получается, что на школу в конфликте с подготовкой к ЕГЭ, а этот конфликт никак не решить. Это просто расстановка приоритетов. Ну, кому нахер нужна школа, если ты поступаешь по ЕГЭ, да? И твой красный диплом, там, золотая медаль, дает, там, максимум 2, может быть, 10 баллов где-то, да? Ну, 10 баллов, кстати, нормально. Я бы, если бы у меня была какая-нибудь красная медаль, или еще, как это называется, красная аттестация. Золотая медаль, да. Золотая медаль, вот. Я бы поступил, наверное, в Ишку на Матфак. Я туда подавался тоже. А мне там не хватило баллов 6. 6 баллов. Сколько у тебя по-русскому? 94. Ну, да. Ну, я спал 2 часа перед русским, поэтому у меня отговорка. У меня другая отговорка. Бодибилдер? Фитнес-тренер. Ну, ладно, нет. Что? Не, я ничего против не имею. Я тоже. У меня друг фитнес-тренер. Да, у меня тоже. Классный парень. Не, я бы занимался год у фитнес-тренера. Я тоже занимался. Но по мне не видно. По моим баллам, наверное, тоже. По моим баллам тоже. Мама, я что, бальник? Окей. Ты вообще как? На уверенных там подошел к ЕГЭ? Ну, вот к русскому, говорю. Перед русским прям посучилась паника. Ну, перед русским, да, прикольно. Это может быть еще то, что первый экзамен. Плюс и до этого, да, когда поспал 12 часов, уже спать не очень хочется. Вообще не хочется. Ложиться в большую ночь. А вот еще о днем что ты делал? Ты во сколько встал за день до ЕГЭ? Во сколько ты проснулся? 12 часов спал? Ну, где-то в 2. Встал в 2. Ну, если ты встаешь в 2, ты не можешь лечь в 10, да? Да, конечно. Я думаю, бля, я уже тогда понял. Ну, думаю, надо... Я уже тогда понял. Да, я думаю, ну, короче, до 8 я сидел почему-то, я решал задание. Я думаю, бля, надо второе порешать. Там второе, что-то вставьте, предлог или местоимение. Ну, думаю, порешаю второе. Потом в 8 встретился с корешем, пошли гулять. Ну, думаю, надо нагуляться и потом лечь спать. Ну, короче, нихера не получилось. Не помогло. Да, в итоге я лег где-то в 6, встал в 8, поехал на экзамен. И вот меня родители очень хорошо поддержали. То есть прям огромное спасибо. Если бы не они, не знаю, мне в 85 было. Не, вообще то, что у тебя много чего родители дали. Во-первых, выделили финансы, и приличные финансы, потому что и онлайн, и здесь такие курсы, и такие репетиторы. Огромное спасибо, безусловно. И плюс то, что тебя так поддержали, что можно в школу было не ходить, это тоже тебе сильно дал. Но и ты их не подвел. Это очень круто, что ты как бы вот эти ожидания оправдал, потому что год обучения на Мехмате стоит... 380. 380 по 400 косарей. То есть 1 600. Миллион 600. Нет, почему? В 6 лет у меня специалитет. Специалитет в 6 лет. Это восходим. Да. Это... Приговор. Это срок. Это очень приличная сумма. Даже если учитывая, что брать какой-то образовательный кредит, это потом сколько его выплачивать. Да. Так что... Это хата в Оренбурге, наверное. Это хата в Оренбурге. Это неплохая хата. Двушка точно. Ну вот, да. Ты сэкономил, да. Но, получается, родители инвестировали, это эти инвестиции. Главное, тебе еще не вылетит, да? Ну вот, сейчас посмотрим. Как математика вообще прошла? Давай поподробнее чуть-чуть про сам экзамен поговорим. Ну, вообще... Перед математикой ты не 12 часов спал на границу. Нет. У меня... Вот перед математикой тоже огромное спасибо родителям. Они какой-то такой положительный заряд дали. Они за день до экзамена съездили, купили собаку. Ух ты. Вот у меня за день до экзамена появилась собака. Классно. Вот. Ну, куча положительных эмоций. Да. Вот, они меня как-то уложили спать где-то в час, наверное, я лег, поспал там тоже семь с хером. Вот, пришел на математику. Ну, на уверенных. То есть, прям реально на уверенных. Я увидел бланк, увидел параметр, немного охуел, говорю, три модуля, смотрю... Ага, тяжело должно быть. Начал решать, и... Ну, я вышел с экзамена, я звоню маме, говорю, ну, мам, у меня, наверное, 100. Ух ты. Вот, была вот такая фигня. Ничего себе. Ну, я как-то, типа, вот все, особенно, ну, там, ты говорил, все остальные, что, там, времени не хватает на экзамене, еще чего-то. Ну, я прорешал экзамен за 3.30, я как сейчас помню, и 25 минут у меня было на проверку. Классно, да. Ты, ну, как, стандартная схема, первая часть, уравнение равен сокровержкой задачи. Первую часть я решал два раза. Первый раз я ее решил за 15, второй раз за 10, и, кстати, очень хорошо, тут паренек сидел, он говорит, он ее не проверял. Да. Вот, если бы я сделал так же, ну, у меня бы сейчас было 96. Я там нашел 2 или 3 ошибки. Да ладно. И это... Я второй раз прорешал, и у меня там, по-моему, была вот с графиком задача, там у меня была ошибка, еще где-то, ну, 3 ошибки я нашел. Поэтому я говорю, типа, 15 минут это максимум на первую часть, потому что ее надо решить второй раз. Да, да, да. Даже, да, то, что ты за 10 минут решил, это прям сильно быстрее. Не, 15 и 10. Да, 15 и 10, да, но в сумме это уже 25 минут на первую часть уходит, просто улетает с экзамена. Да. Классно, и ты, ну, и по второй части были какие-то ошибки, находил, смог что-то проверять. Да, да, да. Конечно, на вторую часть мало времени на проверку. Ну, я в 13-м, я, короче, сделал 13-й пункт А. Вравнение. 13-й пункт А, и что-то, ну, мне фляга засвистела, думаю, посмотрю 17-й, пункт Б сделаю потом. Чего? Да, начал решать 17-й или 15-й, я не помню. Ага. Я думаю, ну, пункт Б, ну, мне лень, там, это окружность. Ладно, реально засвистела фляга, ты что, с ума сошел? Да, да, засвистела фляга. Ну, короче, я возвращаюсь к 13-й, думаю, ну, проверю пункт А. И, короче, у меня там был, было, типа, косинус равен корень из 3 на 2. Я, короче, косинус перепутал с синусом и написал условия под синус. Я уже не помню. Нормально. Вот, я нашел ошибку, решил пункт Б. Вот, ну, фляга хорошо, что засвистела. Вот. Потом 15-17, ну, за полтора часа у меня было решено на 80 баллов. Угу. Это нормально, вот, как раз хороший результат. Да, и дальше я там уже что-то сначала, наверное, параметры, потом... Ну, параметры, которые с тремя модулями, в итоге, как он тебе? Да графически, но решается... Поддался нормально? Да, да, да. Ну, просто я увидел, испугался. Ну, хотя... А потом думаю, ну, сейчас раскрою модуль, нарисую, и вообще с кайфа получилось. Классно. С чем сложно себе были какие-то на экзамене? Ну, только 17-е, вот, я рассказывал вначале. Только интересно. Ну... А мы приложим бланк как раз и посмотрим, что там за 17-е такое. Ну, я что-то на 17-е... Я их научился решать, там, дифференцированные, ну, и тентные. Еще в сентябре я как-то на них так подзабил хер. Подзабил хер, думаю, ну, все типы еще разбирать, там, заняться нечем, блин, будто лучше параметры решали, все такое. И тут... А, у меня ты не проходил 17-е. Нет, нет, нет. Ты сам их изучил. С репетитором. С репетитором, да. Ну, с Артуром. Ну, как изучил. Вот, короче. И у тебя был интенсив, по-моему, Иксо он назывался. Да, да, да. Вот, и... Девять дней... Я думал, даже на 17-е не идти. Я думаю, ну, по кайфу, денек. Да, типа, что-то может быть такое. Что-то может быть, да. Я все знаю, ну, как-то... У меня еще кореш занимался. Он говорит, да, типа, давай сходим. Я говорю, ну, пошли. А кореш у меня занимался. На Иксо только. На интенсиве. Да, ну, я его туда с багрик говорю. О, классно. Позанимайся. Вот, и пойдем, типа, на Иксо. Говорю, пойдем, ладно. Вот, и какая-то там задача ты показал. И я смотрю. Ну, я вообще не знаю, как решать. Чего? У меня нет идей. Чего? Я просто не помню, что именно конкретно было в условии. Но, блядь, без идей вообще. И ты, ну, решил, соответственно, на вебинаре. И я потом посидел часа три, поразбирался, открыл всякие эти сборники, Ященко. Вот, и конкретно такой тип искал и решал их. Ага. И вот один в один. Просто нарешал. Да, и один в один у меня было на экзамене почти. И она тебе улыбалась. Да, да, да. Класс. Вот, и я такой, ну, по памяти, нахуй я рю. Да. Вот, ну, так и получилось. Прикольно. То есть, реально, попалось то, что ты чуть ли не за день, ну, не за день, а дня за четыре вообще узнал, что такое может быть. Да, да, да. Ну, да, мы тоже стараемся все типа разбирать, а на интенсиве все-все не получается, но я на интенсив беру там наиболее вероятно, видишь, но в каком-то моменте тебе это... Ну, бланки там можно приложить, я думаю, поймешь. Классно, классно, посмотрим, что за задача. Ну, вышел ты такой типа с соточкой уже. Ну, я вышел, я думаю, ну, у меня там еще учительница спрашивает, но она тоже верила, такая вот Димка там, блядь, весь год занимался. Димка. Димка. Вот. Ты весь год не ходил ко мне в школу? Ну, она, не, она нормально относилась. То есть она знала, что я там что-то учусь. Говорит, ну как? Я говорю, ну, я решил все. Вот. Она, что думаешь? Я говорю, ну, пока не буду загадывать. Все, ушел и звоню маме. Ну, маме уже загадал, говорю. Ну, наверное, сто, говорю. Типа, вот. Вот, ну, Дим, ты раньше там времени ничего не думай. Все, короче. Ну, начали как-то так. Ну, со скепсисом отнеслись. И, по-моему, числа 23-го пришли результаты по матеше. Начали приходить регионам. Я думаю, ну, сейчас нам придут. Не приходят, не приходят, не приходят. Я думаю, ну, хер с ним, пойду спать. Вот. Лег спать. И часов шесть меня мать будет с криком. Говорит, Дима, типа, у тебя сто баллов. Там пришли результаты. Ну, я и классуха написала. Да, классно. Вот. И, ну, я еще сонный. Я говорю, у кого? Какие сто баллов? Ну, вот так вот получилось, да. Блин, ну, все обрадовались, да? Да, конечно. А как вообще родители относились к онлайн-образованию? Ну, нормально. Я их убедил. Я говорю, вот, подружка в Мскуле занималась. Говорю, там, 96 по истории. Вот. И, ну, нормально. То есть они как-то так. Пожалуйста, занимайся. Главное, чтобы был результат. Да. Ну, да. Но тяжело довериться, потому что его-то вначале нету. Ну, и плюс, да, можно в разную попасть штуку. Ну, да. Но в итоге все у тебя получилось. Все звезды сошлись. Ну, да. И ты, когда получил результат, у тебя сумма баллов была хорошая. Ты какие выбирал-то университеты? МГУ, который вначале, да, наверное, хотел? Ну, я подошел. И вышку ты подумал еще. В Крышку, в Бауманку и в Финашку я, наверное, подал. Я пятый даже не рассматривал. То есть я в четыре подал. Думаю, ну и все. К ДВИ готовился? Да. Курсы какие-то брал тоже? Нет, не курсы. У нас знакомый преподаватель в МГУ. Я с ним занимался по скайпу. Вот. Ну, один раз в неделю, по-моему. Ну, так, готовился. То есть, ну, все равно я уже там начал бухать. Там уже все, у меня подготовка такая была размазанная. Ну, пришел, написал, получил результат. Кажется, такой стресс, все эти ЕГЭшки сдал. И хочется уже расслабляться, да. Да. Ну, что-то сдал. Как бы нормально сдал. Ну, на 80, да. Мог лучше, но там что-то у меня тоже фляга зацвистела. Что-то я не решил. А куда тебя брали? В какие вузы? В Бауманку. Ну, не туда, куда я хотел. По-моему, на их матфак или что-то такое. Вот. Ну, я... Нет, еще далеко ездить не хочу. Вот. В вышку, наверное, я попадал... Знаешь, там есть матфак, а есть именно... Прикладная математика? Нет. Прикладная математика. Это вообще у Тихонова. А именно вот в самом здании, по-моему, называется педагогическое мастерство. Что-то такое. Именно на педагога. Вот. В туда я проходил, но... Но это не совсем. Не совсем то, что я хочу, да. Из Финашки звонили. Звонила... Девушка Виолетта ее звали. Вот. Ну, я запомнил, да. Говорит, типа, ну... Типа, ну... Подписывайте согласие. У вас там сумма баллов приличная. Вот там, хотим, чтобы вы у нас учились. Я говорю, ну... Извините, МГУ, как бы, пойду туда. Да. Вот. И в МГУ подказал согласие. В Виолетте, получается. Виолетте отказал. Как сыр. Вот. Но в МГУ тоже, кстати, была ситуация странная. То есть там же до последнего никто не думал, что такая херня будет. Во многом виноваты сами эти челы. Они нам делали прогноз перед поступлением. Здесь была трансляция на Ютубе. И вот выступали из Смехмата какие-то преподы. И они делали прогноз. Они говорят, ну, скорее всего, сумма будет 355 плюс на математику. Припугали. Припугали, да. И вот прогнозы эти выложили. Многие, ну... Забрали документы. Забрали документы. На хер, это надо. Все обвалилось. Да, все обвалилось. 270, 324. Вот. Ну, я думаю, прогнозов они больше делать не будут. Получается, херовые, а не прогнозисты. Так еще, по-моему, делали прогнозы с... Ну, есть кафедра Матстата. Я понимаю, из Смеха не сделали. А сделали с какой-то кафедры геометрии. Вот. Получается, будет равнобедридэгатую хердяцу. Да, да, да. Да, параллельные прямые. Вот это все. Так себе. Реально так себе спрогнозировали. Ну, как вообще, доволен своим выбором? Доволен, куда поступил? Наверное, скорее да, чем нет. Но есть тоже минусы. То есть все-таки, ну, я не знаю, как в вышке. Ты же вышку заканчивал. Ты ждешь от университета. Ну, конкретно я жду от университета. Что-то кроме учебы. То есть какие-то, я не знаю, мероприятия. Да. Что-то, ну, какую-то активность. А в другом городе богатая студенческая жизнь. Нет? Вообще. Ну, как бы, есть тут совет. Он что-то устраивает. Но не хочу ни на кого гнать. Но, честно, это какие-то там фотоконкурсы, видеоконкурсы. КВН-а тоже нет. Я бы хоть в КВН-е там, не знаю, жопой повилял. Вот. И студенческая жизнь. У меня еще полудистант. То есть я два раза в университет только езжу в неделю. Ну, и нет активности. То есть почти всегда дома. Может, надо поискать. Мне что-то кажется, что я даже... Ну, я хотел на тренировке в МГУ. Что-то играл там в баскетбол. Там нормальный спорткомплекс такой был хороший. Угу. Вот. Ну, и в общагах я бухал там. В МГУшных? Перелазил, да. Окно разбивали и перелазили. На второй террасе лазили. Интересно. Да. Ну, нет. Ну, в общагах, наверное, весело, да. Ну, я же москвич просто. Ну, да, да, да. Минусы москвичей. Ну, да, есть такие. Слушай. Это... Но сама учеба как тебе? Тоже очень сильно все зависит от преподавателей. То есть, опять же, меня выгонят, наверное, после подкаста. А, ну, нет, никого нет. Да нет. Вот, ну... Нет, понятно, что все зависит от преподов. Просто в вышке все преподаватели охеренные были. Вот. Потому что все смехматы самые крутые. Так сказать, да. У нас реально... Да, наверное, так и было. Ну, очень многие работают. Айтишники были с ВМК. А пару преподов реально были смехматы, да? Да. Это факт. Ну, как бы все зависит, кто попадется. У меня один лектор классный. Двое. Ну, плюс-минус. Но есть человек Олег Дерипаск. Ну, наверное, знаешь. Да. Вот он заканчивал физфак, и, короче, на его деньги какой-то фонд создали платформу Тичин, не знаю, может, слышал. Короче, там записывают лекции лекторов, ну, там, самых крутых. И выкладывают просто в открытый доступ для всех. То есть любой желающий, не студент, МГУ, вот обычный, может зайти туда и посмотреть, там, не знаю, лекции по... Курс лекции по математическому анализу. Класс. Я вот занимался во многом вот благодаря Тичину. То есть я заходил, смотрел лекции в открытом доступе. То есть там было доступнее, чем... Чем у моих профессоров. Чем у твоих лекций. Ну, и мои еще утром. А это я мог в любое время. Вот они, плюс онлайн-образование, да? Да. Прикол. Но это на самом деле каждый человек может. Конечно, да. То есть, типа, учишься в Оренбургском государстве педагогическом. Пишешь в поиске Тичин. И получаешь лучшие лекции по математическому анализу, которые есть в России. Ну, наверное, да? Ну, от очень прикольных лекций. Ну, не прикольных, а от очень профессиональных лекций. Очень профессиональных. Ну, да. То есть намного лучше, чем то, что в твоем университете будут давать. Ну, вероятно. Скорее всего. Да. Большое вероятное. Блин, это очень круто. Это вот есть плюс, да, онлайн-образование. Во-первых, смотришь, когда хочешь. А во-вторых, еще то, что доступ прошарен. Но тогда, может, немного теряться смысл поступления именно в МГУ. Да и почти в любой такой университет, да. То есть, ну, это лежит, правда, в открытом доступе. От, ну, кучи разных лекторов. Можно найти там по душе. Вот смотреть. Ну, вот я смотрел, ну, возможно, кто-то знает Шапошников. Я знаю, да. Шапошников. Как-то Валерий Вячеславович. Да-да-да, его еще Вайлд Месс частенько себе в группу выкладывает. Да-да-да, теорема Каши, все такое. Да, я оттуда и узнал тоже про Шапошника от Вайлд Месс. Вот, ну, он у меня не ведет лекции конкретно, вот у моего потока. Но я смотрел его на течение, вот чисто курс математического анализа заботал вот так. А он даже, кстати, на Ютубе есть просто вообще. Да. Вот, Шапошников, курс математического анализа реально из нескольких частей. Реально, ну, типа, высшую математику, мне кажется, тяжело как-то интересно вот прям преподавать, потому что там, ну, задачу про проституток ты не делаешь особо. К сожалению. Да, но он примеры какие-то тоже приводит, что там... Ну, в целом он как будто бы просто любит свое есть. Да, вовлеченном. У меня есть пара лекторов, которые, ну, типа, как будто бы им это не надо. То есть, ну, нас заставили это вести в пизду. Вот, а этот, ну, не такой. У него прям какие-то такие, ну, желания просто есть преподавать. Классно, да, вовлеченном чуваке. Да. Мама, я что, бальник. Слушай, а вообще, когда ты на мехмат шел, чем ты думал? То есть, почему вот, почему именно такой чистый математический факультет? Ну, возможно, не было каких-то таких достойных альтернатив в плане... Ну, я не ботал программирование вообще. Вот, и чтобы там идти на прогерский факультет, это тоже, ну, блин, надо... Ну, да. Надо понимать, что я вообще это не знаю. Вот, мне это не особо нравится. Хотя, ну, постоянно есть мысль этим заняться, вот. Потому что это перспективно. Потому что это перспективно и может принести хорошие деньги. Ну, как мне кажется. Слушай, у меня вот тоже, когда я вышку посыпал, на факультет бизнес-форматики. Там два слова, которые, ну, бизнес, информатика. И вот, ну, просто должен быть разрыв какой-то. А я никогда не был айтишником. Ну, я что-то умел там, конечно, на Паскале вот это все. Я даже не сдавал ЕГЭ по информатике. И получилось так, что вот в УДИ все эти айтишные предметы, они были мне не по душе. Я на них вообще не ходил. И в итоге ничего не знаю про эту информатику. Ну, в итоге бизнес. Да, ну, хотя бы в бизнес ушел. То есть то, что вообще тебе не лежит, вот, ну, не заставишь этим заниматься. Или только, ну, заставишь какой-то короткий период времени, если ты понимаешь цель. Но если цель там работать все время, все время потом всю жизнь войти, а если айти это не твое, то зачем всю жизнь вот тратить на это? Ну, конечно. Вот ты, когда поступал на математику, думал вообще, а что дальше? Мехмат, слушай, что там, что дальше-то? Ну, скорее всего, я, ну, кем бы я хотел работать вообще? Ну, по-хорошему бизнесу, что-нибудь там зарабатывать, вот. Ну, а так аналитика, наверное. То есть что-то, ну, мне все равно это нравится, там, тот же анализирует, что-то мотоанализ тоже с кайфом занимался. Вот, ну, аналитиком, наверное, да. Ну, да. Инвестбанк можно какой-нибудь. Да, не, они тоже прилично вроде получают. Ну, в основном зарплату тоже руководствовался. Я смотрел, у нас есть группа, кем работают после Мехмат. И что? Вот, и туда закидывают разные вакансии для мехматян. Вот, ну, там прилично тоже. Ну, тоже все зависит от личных навыков. То есть ты можешь выйти, опять же, к какому-нибудь с Оренбургского государственного хорошим суперспециалистом, а можешь выйти после МГУ, ни кем. Да. Все, человек зависит. Очень много зависит от человека. МГУ даст тебе диплом и, наверное, даст тебе возможность посещать что-то там, учиться у тех людей, у которых ты там хочешь. Ну, хотя, видишь, онлайн тоже дает такую возможность. Поэтому, ребята, если вдруг вы не поступили в лучшие вузы страны, еще ничего не потеряно. Конечно. Это, я как раз говорю про ЕГЭ, это всегда. То есть если вы ЕГЭ, ну, зафакапите, нет такого, что все в жизни, все точно пойдет не так. Нет. Есть возможность для самообучения, самообразования. Плюс вы развиваете софт-скиллы и можете вполне потом претендовать на место в классной компании, строить карьеру в том направлении, в котором вы хотите. Нет, тем более сейчас все к этому располагает. Вот те же эти течин, куча разных платформ разных. Можно, ну, заниматься, главное просто желание и все. Если хочешь, всегда можно. Поэтому ничего не потеряно. Конечно. Но очень круто, что у тебя получилось то, как ты задумывал. У тебя все предметы, да, на 90+. Да, у меня физика 91, русский 94 и матан 100. Ну, неудивительно физика. Что-то самый лучший у тебя все-таки по математике. Классная стратегия реально, что у тебя и репетитор был, и курсы, и ты выбрал только то, что тебе нужно, и у тебя получилось. То есть ты правильно распределил, расставил приоритеты. Я тебе желаю в дальнейшем тоже правильно расставлять приоритеты и идти вот в своем векторе, в своем направлении. Очень круто, что у тебя реально классные родители, и они так тебя поддерживали, так тебе помогали. Я думаю, что да. Да, спасибо большое, очень люблю их. Да, это денег, ты сказал. Ну, денег, но они будут смотреть, наверное. Потом скажут, материшься много. Да. Ну, ничего. И у меня есть для тебя подарочек. Мама, я что, бальник. Еще раз поздравляю тебя с соткой по математике. Очень крутой результат. Большой ты молодец. Спасибо. И тебе небольшой подарок. Спасибо. Музыки наваливать. Спасибо. Спасибо, что пришел, что поделился. И последнее. Ребятам что-нибудь посоветовать. Как им достичь такого же результата? Ну, во-первых, нужно поставить цель. Поставить себе цель. Вообще, куда вы хотите, что хотите. И, ну, по возможности как-то обговорить с родителями. Школа, нахуй школа. Если у вас не какая-то специализированная, математическая, биологическая, химическая. Ну, в большом счете она ничего не даст. Нужно разговаривать с родителями, что-то делать. И тогда все получится. Круто. Спасибо. Если тебе понравилось, то обязательно поставь лайк этому видео. И перешли своим друзьям, чтобы они могли посмотреть очень крутое интервью. и что-то взять для себя. Спасибо. Пока.